сидим во дворе с пупсом смешным пупсом нашим как вы думаете на улице тепло у нас вот прям сейчас очень мне хочется прям шарф на шею шею продувает и шапку одеть прям просто пипец какой-то надо ему тоже что-то шею надо застегнуть или от ветра его надо развернуть сидит новой коляске вот в этой коляске мы сейчас ездили до пятерочки тут магазин рядом у нас большая редкость чтобы мы пешком магазин ходили в миллиард лет один раз в основном конечно я на машине заезжаю что надо покупаю и в основном мы затариваемся в метро заранее и вот так у нас привычки нету как бы ходить в магниты в пятерочки ну как бы нечего там покупать я не знаю что там покупать даже сейчас мы зашли датчик смотрели чё брать нас в принципе ничего такого не интересует долю вот себе вон взяла эти печенюшки какие-то которые открыть он не может с какой-то стороны там же наверно открывается и вот облом ну так на коляске идешь с коляской по дороге тротуаров нет к пятерки начали подходить там вообще ушатанная дорога выложенная какими-то бетонными плитами плиты между собой не состыкованной ямой сделали возле пятерки вроде какой-то типа площадочку где вот как бы типа для инвалидов чтобы вместо вот проезжать там не что инвалиды мы на коляске вот на этой еле-еле я пробирался в эту пятерку я не представляю как туда инвалид должен доезжать если честно ни разу не видел инвалидов чтобы здесь кто-то куда-то вообще ездил настолько все блин нифига не приспособлено что я думаю что инвалиды даже и не делают этого они просто наверное заказывают домой сейчас доставки все хорошо что хоть эти доставки существуют уже инвалидам жизнь облегчили что доставка есть вон лена что-то заказывает из пятерочки кстати доставка есть что как-то там что-то машина подъезжал играет что-то привезем это доставка вот ну тут сюда из метр привезут откуда угодно в принципе привозит но вот по дорогам конечно блин шняга тропинок вообще нет по освещению шняга можете там не говорить что я там жалуюсь и все такое вообще насрать что вы там говорите вот это все очень фигово осуществлено вернее не осуществлено поэтому надо говорить как и есть да да там просто этот на этом на масле таком до стремном сделано ну потому что у меня привычки чем метро взял пошел в принципе более-менее все нормально сейчас опять люди там вот что блин чё не скажешь вот и это вот то вот сюда блин именно так всякую херню продают в этих пятерках магнитах да ничего должен быть доволен что ли если вы довольны я нет какая-то фишка вот у людей я не знаю стадное чувство что ли блин идешь к пятерке все раздолбанно блин машины проезжают такая пыль поднимается блинду нафиг надо чтобы блин я еще туда пошел и приходишь только вот в мы в нашем поселке вот фишка нашего поселка это очень большая редкость здесь в округе к нам даже вот просто с самой как бы самого села деревня у нас как бы село но она такого городского типа к нам именно закрыта комьюнити вот сюда приходят гулять детей привозят при представляете на машинах сюда приезжают чтобы у нас погулять как в парк какой-то привозят да но при этом это как бы наш поселок закрыты мы за это платим у нас по три тысячи снимают с каждого дома управляющая компания чтобы у нас вот этот поселок какой-то был чистый ну и чтобы детская площадка была на детскую площадку похоже и люди вообще просто привозят откуда-то выгружают сюда детей и здесь у нас перегруз с детскими детской площадкой получается но много детей привозить начали это ладно что мы еще с эдгар можно сказать разгрузили детскую площадку потому что мы где у нас там парк есть не до парк там одна елка не знаю ты из-за этого и говорю чтоб мы поставили скамейки и люди хотя бы как-то начали подростки отделяться от маленьких детей на ту площадку нас 2 площадки одна детская другая типа парк у нас застройщик доделал дома и свалил успел только сделать одну детскую площадку это это с нашей подачи а вторую как бы часть там земля где должен был быть парк просто свалил оставил пустыни пустырем вот и мы потихонечку как бы насколько это возможно люди скидываются с нашей подачи там скамеечки какие-то сейчас деревья будем высаживать делаем типа парк вот ну в принципе нафиг никому это не нужно и одновременно нужно нужно когда уже готова как бы сам процесс стройки вот нафиг не сдался вот и сейчас вот идем туда в пятерку и по дороге блин все так ушата на ее мое выходишь из нашего поселка но не поселка комьюнити давай буду на вот этом английском языке говорить как еще вот сказать наше поселение как бы поселок это в целом вот где мы живем вообще но я поселком уже считаю в чисто вот наши вот эти вот наши комьюнити закрыты коттеджный поселок даму наверно так как вот правильно обозначить ну например вот большая деревня а в деревне какая-то часть люди отгородились и свое что-то строит у нас да это никак не называется да вот насколько я знаю это фигня называется комьюнити когда определенное количество домов под какой-то управляющей компанией свои правила устанавливают своя своеобразная жизнь вот вот здесь это вообще не практикуете так сильно как бы до лет десять назад вообще таких понятий даже не было сейчас начал еще как-то появляться в башкирии вообще этого очень мало вот последние можно сказать лет пять такая идея распространяется и вот в нашей округе мы являемся такой комьюнити вот вся эта округа прется к нам в наши комьюнити вот потому что я вообще не понимаю блин вот каждый вот скинулся бы там по чуть-чуть и и у себя во дворе сделали бы красоту нифига никто ничего не будет скидывать ничего не будут делать пятерочки есть такая штука стойка и там два или три стульчика барных и там можно посидеть кому-то покушать что-то выпить и горячие напитки какие-то и в общем там постоянно дети тусуются подростки вот именно там прикольно как будто бы ты вот как-то заправка путешествие такое интересное и потом вот этот вот уголок кулачок кулачок вся тусовка района там по очереди сидят подростки и другие выбирают ходят покушать и я думаю что они тоже посмотрят когда эти уйдут да они все там походу виснут и у нас дочка тоже там с подругами там сын-то уж нет как бы это венгри да там сидят это лучшее место нашего района в пятерочке небольшой кусочек там стойка чтобы пирожок и кофе купить и покушать и пойти и дети но это как вот место для раньше как в пивнушках вот где там алкаши все собирались и стояли пили там а сейчас вот подростки так выпечку до пирожки ну пятерочки это вообще частная компания это государство должно переживать в этом плане спасибо пятерочки за это стойку для алкашей хотя бы это ну а как но сейчас только для подростков ладно все подростки отбили место у алкашей теперь там подростки тучат все подростки охраняют эту территорию вот эти подростки не хотят чего-то нового более такого цивилизованного да и вот они прям пытаются вот все соки выжить из того что у нас есть но они всем своим видом показывает то что да мы за это нам это нравится мы тут тусим вот смотрите ну и кому это не надо до государства чихать хотела на что там где кто сидит чего там делают и людям плевать вообще вот вы смотрите сейчас стопудово вам пофигу где ваши там дети гуляют чего они там вообще делают но я к чему что хотел сказать вот сейчас короче потащились туда думаем дай прогуляться из нашего по комьюнити вышли у нас более менее как бы красиво у нас асфальт газончики вот такой как будто какой-то оазис среди какой-то пустыни выходим из нашего уазиса и резко начинается вообще другой мир и потом чем ближе к пятерке тем там вообще просто какие-то катастрофические явления и еле-еле туда вообще добрались вот там коляску ушатываешь в пылюги весь пока туда куда-то дойдешь безопасность резко уменьшается потому что сделали пятерку там перекресток прям такой машины ездят дорога раздолбанная и все дети перебегают эту дорогу в эту пятерку как бы там как говорится и шагу должно было быть понятно что да там должна быть пешеходный переход сделаете если уж вы ставите в таком месте какой-то магазин понятно что все все буду туда идти и соответственно дорогу надо сделать переход какой-то не не знаю нифига ничего вообще просто там постоянно дети вылетают я один раз ехал медленно знаю что всегда там дети дети на велосипедах передо мной как вылетели вообще не смотрят по сторонам я думаю вот если бы я чуть быстрее ехал это пипец при том что я ехал там на 30-40 от силы это и вот так вот блин дорога к школе здесь просто через не знаю жопеня какие-то нету никаких тропинок ничего все по одной дороге идут машина проедет все эту пыль хавают просто или не знают я сейчас не выдержал мне надо выговориться вот вывод просто слушайте это все по всему поселку каждый день пишут вот чуть не сбила там ребенка это что куда родители смотрят там то мопед подрезают то на велосипеде да ничего ничего не придерживаются никто не кучкуется никто ничего не хочет сделать не знаю государство вообще насрать очень очень как можно вот это вот вообще столько лет мы здесь живем шесть лет или семь лет блин там эту дорогу можно и уже было и золото сделать тропинки просто можно было блин выложить светящимися да столько налогов платим вообще тут вон у нас комьюнити мы скидываемся когда что-то нужно сделать буквально не знает там по 1000 рублей каждый скинулся уже можем такие вопросы серьезно решать и мы улучшаем наш поселок а потом вся округа тащится сюда поиграть на на ней ну как бы прогуляться по нашему комьюнити для них это как ты не знаю но я представляю что они кайфуют я вот смотрю на людей когда они идут ну как бы я же знаю всех людей здесь потому что мы первые жители также мы являемся админами чата нашего поселка также все вот эти инициативы по улучшению поселка тоже как бы от нас исходят соответственно я здесь знаю каждого человека и вот когда и все знают меня и тут идешь видишь что это не наши люди но они такие радостные такие довольны идут вот потому что у нас красивая посадка деревьев идет асфальтик офигенный газончик сюда заходишь уже перестает как бы какие-то чувства возникают хорошие мусорить не хочется жизнь такая как будто ну как бы прекрасная сразу вот хорошо на душе и к нам на площадку если приходят вот у нас такая фишка можно оставить что то есть завтра утром прийти она будет лежать на месте ни разу никто ничего не воровал даже те люди которые к нам так сказать левые приходят тоже не воруют вот как бы такая вот красота она людей провоцирует на вот быть хорошими людьми вот но тут пару раз приезжали нехорошие люди получили по башке вот нескольких людей отсюда выкинул там один раз один чувак приехал сидел в детской песочнице семечки грыз и пивко пил вот мы с братом пошли люлей наваляли семечки он собрал пивко забрал и свалил на хрен и больше здесь не появлялся и второй раз еще какие-то типы приехали и быстренько отсюда уехали вот у нас здесь везде камеры установлены и ну и дети знают они быстро как бы могут позвонить мне сказать дети сумасшедшие с бухими родителями на какой-то ушатанной тачки приехали припарковались на газон вот мы пошли я так нагнал блины я уже как бы не стал трогать там родителей так сказать которые дерзили потому что там дети были я уж не стал как бы при детях такие вещи делать но четко дал понять что вы или приезжаете здесь культур ненько ходите или валите отсюда в следующий раз больше я добрым человеком не буду все сразу исправились потом уже приезжали ну четко все и все больше ни одного случая не было мы распространили эту тему что здесь так нельзя все до свидания вот так и сейчас пятерки сюда приходим и блин оле говорю вообще не охота из дома уже никуда выходить блин от просто уже никуда не хочется ходить здесь от находишься так ну думаешь на классно вот везде жизнь прекрасна там он соседи строят офигенно все прикольно люди развиваются прикольно когда люди зарабатывают и прокачивают свой дом он там соседи весь двор красиво сделали там всякие штуки строят ну как бы прокачиваются блин по кайфу это вот и тут собрались именно такие люди которые что-то в этой жизни делают хотят что-то делать делают улучшают и вот это ощущение такое классно в том выходишь из своего комьюнити блин попадаешь в мухасранск обламываешься думаешь какого фига ну блин ну люди ну скиньтесь вы а вот ну мы же скидываемся кроме того что мы платим управляющим мы еще сами скидываемся просто чтобы что-то сделать и к нам люди приходят чтобы здесь насладиться и кайфануть вот никто им не запрещает они приходят здесь вот и нормально себя в общем-то ведут потому что вот эта красота четкость провоцирует людей быть нормальными я это вот прям четко заметил что один и тот же человек находится здесь например да и он как бы нормально себя ведет выйдет буквально куда-то туда все сразу где-то ненормально стоит вот не не понимаю или я понимаю этот момент как бы вот если никто не мусорит а и люди тоже не хотят мусорить если мусорит а все как бараны начинают два раза повторять друг за другом и вот так вот приходишь домой думаешь ё-моё так можно застрять блин в своем огороде вечно тут вот ходишь так хорошо по кайфу думаешь ну наверно везде так классно вокруг идешь питер пятерку блин ушатанная дорога пыли нахаваешься даже желание уже нет там к где-то ездить и мы по нашему как бы поселку только и катаемся гуляем но тоже охота куда-то что-то ты как по замкнутому кругу ходишь бродишь это что же на нервы начинает действовать хочется куда-то двигаться чего-то делать тоже посмотреть я с большим удовольствием пошел какой-нибудь там закрытый коттеджный поселок посмотрел бы у них что люди посадили какие у них растения какие деревья какая у них площадка детская насладился бы тем что вот классно блин люди вот живут вот у них они вот стремятся к лучшему пошел в другое местечко блин и так отходишь и кайфуешь от того что люди хорошо живут но вот когда выходишь блины ты один в округе это конечно так себе но при этом как бы мы же знаем людей тут рядом кто живут у многих есть деньги все нормально но никто ни с кем не договориться ни о чем и ничего делать они не будут просто вот не будут всю жизнь вот будет ушатанная дорога мы тут много таких дорог есть соседи не скинутся эту дорогу не сделают будет весь на ждать каких-то какого-то государства государство это не будет делать никогда если буквально скинуться там домов там 20 30 50 блин можно эту дорогу один раз делать за копейки нифига не буду делать будут блин по этой ушатанной засранной дороге гонять и ждать когда все будет прекрасно а это будет никогда вот так рассказал вам и стало легче может кому-то блин эта информация поможет переделаться ё-моё не ждите никого выходите улучшайте блин возле дома своего не во дворе у себя а за забором улучшаете договаривайтесь соседями выйдите посадите дерево я не знаю уберитесь маленько почистите может цветочки какие-то посадите вот возле своего дома сделайте вот красоту вот ухоженность какую-то не знаю какие-то любые кустарники цветочки без разницы что чтобы приятно было они какие-то знаете вот лежат какие-то дрова тысячу лет там какие-то колеса что-то насыпано какие-то стройматериалы которые вы уже никогда не используете непонятно зачем это все там лежит вот просто у людей просто какая-то чепуха лежит вечно вот подойдите каждой из этой чепухи и вот вот подход куча какая-то какой-то фигни вот подойди и сам задай себе вопрос вот это вот фигня сколько лет уже вот так лежит она вроде тебе надо но ты хоть раз это использовал за там 5-10 лет хоть раз собираешься еще раз вот прям завтра собираешься это использовать нет ну вот собери это и выкинь нафиг оттуда утилизируй потому что у людей вот так вот тут куча говна там куча говна там еще чего-то там еще чего-то за забором уже я вообще молчу вообще если во дворе там срач и все а потом вот эти люди вот могут прийти здесь и наслаждаться вот как классно все дела ну блин мы бабки платим за это чтобы здесь было классно уже такое количество людей приезжают что нашим детям здесь уже негде тусоваться и в какой-то момент мы организовали здесь этот въездную группу сделали закрыли потому что начали сюда уже залетать на тачках ну короче как бы бегать там с каждым разбираться тоже скинулись забор нам вот этот обошелся пункт въезда почти 240 тысяч плюс еще 150 тысяч систему видеонаблюдения по поселку потом еще еще где-то не знаем и поселком минимум полляма наверное собрали все вместе тут 130 домов это не все вот кто хотел и вот определенные вещи сделали и вот у нас въездная группа есть ну понятно дело что какие-то машины могут прийти проехать кто-то за кем-то проедет у кого-то тут знакомые живут кто-то ждет когда ворота откроет пробежит ну вот это вот история как бы если тут люди ходят ладно вот никто никого никуда не выгоняет естественно это некрасиво так делать но но у нас тут мотор полетел у забора и пока его сейчас чиним но вы заказали тоже скинулись но вы заказали сюда ворота открыты начали опять толпами как бы заезжать прям сидим приезжает машина выгружает детей как в детсад какой-то оставляют прикиньте без присмотра без ничего без взрослых выгружают детей и уезжают и вот эти дети приходят на площадку вообще просто непонятно откуда приехали вы вот что-то случись у них с собой не телефонов ничего вообще вот так и частенько привозят утром вечером забирают вообще просто не понимаю что это за родители такие вот сами куда-то сваливают понимают что здесь достаточно уровень безопасности да но все равно тут же никто это не ходит как бы не контролирует просто как бы тут по понятиям так принято что ну вот как комьюнити и вот они это просекли по ходу дела привозят детей сюда выгружают и сваливают и вот так я наблюдаю частенько потом приезжают дети бегут машину мама папа они выходят садят детей едут я конечно в офиге от этого я это к чему говорю я не не про нас что вот мы к нам едут там жалобы нет а я это говорю как типа пример ну вот видите вот как работает да вот место есть такое вот обетованное где есть безопасность при том что никто не ходит это не охраняет прям сильно но понятное дело что он видеокамеры люди реагирования люди друг друга знают есть общий чат если что случилось у нас махом все друг друга повестят обо всем но есть же пример да вот она работает дети спокойно играют могут оставлять свои вишечки безопасно красиво чисто приятно почему так не делать в других местах почему и при том что у остального вон большого так сказать села есть огромное количество людей мы просто маленький вот такой пятачок в большом поселке вот мы просто маленькая такой камень эти 130 домов объединены вот тут иисус со своей управляющей компании а у остальных общая управляющая компания государственная и там просто миллионы денег вот по идее все платят налоги миллионы если не миллиарды блин и ни черта не делается вообще ничего какие-то площадочки поставили ушатанные вообще просто вы понимаете мы можем скинуться там вот эти 130 домов и каждый год улучшаем добавляем на скамейки сами добавляем всякие ну типа местечки посадить вот я стараюсь как-то озеленить нашу наша комьюнити вот чтобы детям было там приятно вот вот у меня деревья вон там сейчас деревья штук 50 уже наверное еще сегодня посадил вот подготавливаю вот ну никто больше это не делать я делаю ну я и никого и не жду чтоб кто-то что-то делал мне пофигу кто там чего в этой жизни делает как говорите мне насрать вообще я делаю вот я подготовлю пойду сажать скажу людям идемте помогать помогут помогут нет пофигу вообще я посажу один фиг вот и будут вот такие вот деревья вот так вот такие вот там я уже таких садил штук 30 наверно вот такая красота будет вот они у меня видите вот растут вот растут вот растут вот там еще проращиваю вот еще раз тут вот корневая сейчас хорошо разрастется это высажу потом еще буду проращивать еще посажу каждый год буду без остановки делать пока не превратится поселок в джунгли красивые вот можно же сделать можно я один могу это сделать если бы все 130 человек это делали то эти красоту можно было сделать буквально за один год но не хотят ну ну и ладно как бы я сделаю вот если бы бы мешая всегда у всего остального вот этого поселка огромного тут 6200 человек если я не ошибаюсь 6200 чем-то домов верней а мы 130 домов и все вот эти 6 тысяч домов в таком поселке не живут при том что это обычная тема да просто чуть-чуть ухоженность буквально маленечко ухоженность все вот все чем отличаемся и мы платим каждый месяц по три тысячи там люди платят у них управляющая компания по 1200 что-то такое но там ничего не происходит 6 тысяч человек блин вот не знаю по 1000 если скидываются обалдеть там можно чего только не не сделать блин дам но ничего очень делают и вот это вот тупость меня просто вот бесит вот реально просто конкретно меня бесит не понимаю вот не знаю что с людьми но вот у людей дети есть плевать все хотели на своих детей вообще нельзя для детей что-то организовать какие-то специальные места бесплатные чтобы у всех дети понимаете у всех дети каждый по 1000 рублей скинулся какие-то помещения специально построили куда можно приходить и подростки могли там проводить время место встречи нету таких мест пятерочки сидят как алкаши блин где-нибудь на скамейках каких-то подъездах говно пинают ходят на улице какие-то блин детские площадки сделали а подростковые площадки где вот детскую делаю что подросток будет приходить в песочницу что ли играть бен подростку то что делать нет уже такого понятия подростковые площадки не знаю может день в москве есть но тут у нас нету подростковые то где можно не знаю там какие-то места где на скейте кататься где-то волейбол играть что-то ну такое прям что-то серьезное просто где-то сидеть ни фига делают только где-нибудь в городе там в одном месте куда съезжается вся планета земля там торговля всего чтобы сходить на в такое место нужно много тысяч потратить а нету такого чтобы просто без всяких трат подростки куда-то в своей местности вот такие точки пришли и вот если делают какой-то парк то этот парк такой тупой до невозможности что там не знаю кто там в основном никто в этих парках вот таких вот не сидят делают какую-то тупизм три таких маленьких дерева сделают какую-то тропинку пара ложат на улице жара ни одного дерева ничего скамейка какая-то фигня памятник кому-то вот и весь парк ну какой такая не знаю там от силы там блин бабушка сидит не сидит не знаю что там делать вообще не учитывают что нужно подросткам какие интересы у современных детей пофиг вообще все пофиг какое-то человечество не знаю оттупевшие просто если честно человечество меня бесит прям очень сильно бесит у людей столько денег вообще у каждого из нас знаю по несколько тысяч скинулись блин а мы можем тут блин золотых дворцы строить но никто ничего не будет скидываться всем пофигу вообще вот каждый за свою жопу только за свой блин грёбаный огород за забор не выйдут вообще там за забором что происходит да вообще ложить они хотели на все чуть дальше своего забора вообще их не интересуют я например воспринимаю как бы жизнь так что вот наша комьюнити это как вообще у меня просто как как будто это вот мой дом я не воспринимаю вот как бы улицу тип вон там улица здесь мой дом а там улица и это вот это все вот воспринимаю вот как вот дом вот я выхожу иду я хочу чтобы было красиво хочу там дерево посадить там тут скамейку хочу поставить чтобы никто ее не украл чтобы она была а люди вот забор дверь открывается из забора и там можно насрать закрыть дверь а здесь все из золота сделать здесь статуи всякие разные статуэтки вагон статуэток всякие все статуэтки плюра мерлен скупят и по всему огороду расставят тут и гномы и всякие лисы и всякие персонажи скупит весь все туи все что можно напихают в один огород вообще потратят такие бабки вообще на это все золотой огород ее мою а дверь открываешь кучу говна мухи летают и нормально ничего страшного вообще просто он дальше гуляли чуть дальше нашего поселка дома блин двух трехэтажные частные просто такие мега шикарные дома стоят и сколько мы здесь живем улица прикиньте даже щепенки нету из земли утоптанная земля и как-то гуляем с женой просто ходим смотрим ну что тут есть вокруг я заказа накамливаемся дождик короче пошел открываются ворота на выезжает лексус двери открылись я думаю открылись двери в какой-то в римскую какую-то империю двор сделан был в стиле римских императоров вот прям реально колонны там бы но просто не знаю алмазы золото все вот слуги уже так у меня уже такое все даже выезжает беленький лексус из вот это идеальная брусчатка там вообще и представляете выезжает на эту улицу из говна просто я там выпал блин идем женой я не могу даже гулять мне смешно и представляете пока мы его так шли дождь шел там каша такая там на тракторе только ездить и вот этот лексус едет чистенький выехал колеса крутят вся эта херня лексус засрался по полной программе этот белый лексус я думаю блин что у людей в голове и как вы думаете там есть сейчас дорога нету ему так вот гуляли и дед короче стоит хожу к деду прохожу вот и у него там посажены деревья интересуюсь говорю что за сорта деревьев бла-бла-бла пообщались на они тут оказываются уже живут много лет и деду говорю дед чё у вас до сих пор такая дорога из земли ё-моё даже не щебень какой-то не ничего не засыпано просто земля утоптана и сейчас говорю вон дождик и это все в говно а дома говорил как будто у каких римских императоров вот он говорит я сыночек пытался игру что ягод пытался чтобы соседи скинулись прошло уже столько говорить лет и до сих пор все знаешь горит что ждут игру что угадай говорит я говорю государство они он говорит да люди ждут когда государство сделает тут дорогу типа мы стоим в очереди и угорают горит я наверное умру и не увижу эту дорогу вот он ведь пытался как-то коммуницировать договориться чтобы скинулись вот но никто короче не скидывается нифига и потом говорит фиг забил и думает ладно ездите так и вот мы так вот идем из домов выезжают всякие джипы ну такая улица видно я говорю а кто тут вообще живет это чудо такие ну такой дома где-то одни из первых домов в этой местности здесь вообще где-то в этой части люди строились кто работал в нефтяном в газовом вот этого отрасли и вот они богатые люди в общем отстроили это все я игру в такой сфере с таким количеством денег щебенки не могли насыпать ну вот грида даже щебенки где тут многие просто переругались из-за этого всего дела я говорю всю жизнь живут вот через вот эту вот фигню ездят каждый раз грида именно так вот так и я там уже потерял вообще надежду на что-то так что теперь я действую так я просто делаю то что я могу сделать не надеюсь вообще на людей просто делаю как бы говорю людям если кто-то желает помочь там как-то чё-то хорошо не желают помочь ну и ладно как бы меня не останавливает то что люди не хотят делать вот такие вот дела